Когда на подъездах домов по Жуковскому проезду появилась информация о предстоящей встрече с главой Ленинского района Олегом Хромовым, инициативные жители дома номер 5 подготовили ряд вопросов. Основные вопросы у нас стоянка возле магазина АТАК, восстановление пожарной системы всей и межевание земли за нашим домом, чтобы мы за ней ухаживали, потому что это брошенный, как говорится, вражек. Давно мы уже хотели в связи с тем, что у нас нету преддомовой территории. У нас только перед домом стоянка. Но Олег Владимирович дал добро, что даст нам разрешение на межевание земли. Жильцы провели собрание, после которого в протоколе зафиксировали желание своими силами поддерживать будущую зону отдыха. Всегда считал, что надо начинать с себя. Не сори, не бросай, держи чистоту не только у себя дома, но и в подъезде. Сам такой сторонник, что я никогда не поленюсь в подъезде что-то убрать. И даже соседи меня знают, как я себя веду. На Жуковском проезде заметна солидарность между людьми с сильной гражданской позицией. Ведь и жители соседних домов высказались за то, чтобы совместно с администрацией принимать участие в благоустройстве дворов. Жители нашего микрорайона 5-го созрели своим сознанием заниматься благоустройством территории. Мы хотим жить хорошо, мы хотим безопасность для своих детей, мы хотим выходить в свои скверы, мы хотим дышать свежим воздухом, мы работаем, извините, живем на работе. Есть два дня, суббота и воскресенье, которые мы можем провести со своей семьей, с детьми. Олег Хромов заявил, что программа благоустройства на ближайшие годы находится на сайте администрации и призвал всех к диалогу. Заходите, также смотрите адресный перечень, он есть. Соглашусь о том, что может сейчас не появиться адресного перечень детских площадок, которые требуют ремонта, значит мы должны их просто сформировать с вашим участием. Помимо вопросов, связанных с дворовыми территориями, были жалобы на палатки сезонной торговли, периодически возникающие на Жуковском проезде. Я взял это не просто в работу, мы сейчас разберемся, насколько они законны. Выяснили сейчас оперативно, что только одна из них имеет соответствующее разрешение на сезонную торговлю, остальные, значит, не должны быть установлены. Мы с этим боремся, но возникают они у нас как грибы после дождя. По словам главы, подобные встречи помогают сотрудникам администрации узнавать реальные проблемы населения и со своей стороны активно приступать к их решению. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.